Я с огромным удовольствием смотрел до трех часов ночи именно судебное разбирательство избрания меры пресечения. Было очень интересно слушать адвокатов, как раз подозреваемого, когда они говорили, ну вывели деньги из банка, но ведь бывшие собственники Коломойские, они же не жаловались, поэтому не было преступления. Это настолько, даже сама концепция, что это не деньги Коломой, это были деньги ваши, депозитеров, выводились деньги простых граждан. Но на самом деле после этого заседания было две вещи, для меня были очень интересные. То есть это как раз то, что детективы подозревают, что документы подделывались, что их нет, и они делались задним числом. И второе, просто то, что это деньги... Даже не подозревают, ну вы, это подозревание прописано, подделка документов, там идет протокол от интерного комитета и письма, на котором делается опережение. Вот этого письма. И второе, что мы все до этого смотрели на кредиты в основном, что выдавались кредиты и не возвращались. А здесь были депозиты связанных лиц, по которым платились безумные проценты. И я специально попросил сотрудников банка посмотреть, а были ли подобные, другие подобные кредиты. И мы нашли с периода по 2014-2016 год порядка 60 связанных компаний, которым было выплачено где-то порядка 10 миллиардов гривен. Вот таких излишних процентов по депозитам. Надо смотреть тоже решение нацбанков, потому что вот как раз по этому конкретному эпизоду 16 числа было принято решение, а 13-го нацбанк тогда принял, что Ингострах и Приватбанк связаны лица. Там разница была три дня. Поэтому объективно нужно смотреть точно так же по материалу. Да, и вы знаете, извините, я просто быстро закончу. Действительно там средняя процентная ставка, ну не средняя, а самая высокая, средняя где-то порядка 100 процентов. Самая высокая процентная ставка была 480 процентов. То есть обычные люди получали 20 процентов по депозитам, а вот эти связанные компании 480 процентов.